Солнце, море, ветер, романтика, да и только. Этим настроением отдыхающих на курортах часто пользуются недобросовестные предприниматели. Проверки на суши и на воде в Сочи проходят регулярно, но в связи с ЧП в Туапсинском районе решили устроить внеплановый объезд. Муниципалитет не имеет права разрешить или запретить бизнес на воде, но зато может контролировать, как он ведется, и сообщать о результатах региональному управлению. Договора водопользования выдает Кубанское водное бассейнное управление без согласований с нами. Поэтому все технические зоны, которые находятся на территории нашего города, они появляются, к сожалению, без нашего ведома. Но наша задача – это обеспечить их безопасное функционирование без каких-то трагических случаев. Это пляжи Дагомыса. Почти на каждом отдыхающим предлагают прокатиться на надувном банане, плюшке, сесть на катамаран или катер. Стоимость услуги – от 200 рублей. Именно здесь комиссия фиксирует и первое нарушение. Вы в курсе, что нельзя гидроциклом таскать плюшки, бананы, только катером? Я не готов. А кто управлял гидроциклом? У водителя есть судовой билет, но мужчина так и не смог предъявить права на управление гидроциклом. Ему выписывают штраф. Если нарушения будут зафиксированы повторно, водный транспорт могут арестовать. Одна из пляжных новинок – сапсерфинг. Доску и весло выдают всем желающим. А вот обязательных спасательных жилетов, видимо, не хватает. Молодые люди, за жилетами! Вперед, на берег! Пункты сапсерфинга инспекторы тоже проверяют. Информацию о всех нарушениях отправляют и арендаторам пляжей. Они тоже в ответе за то, что происходит на их территориях. Тем более, есть претензии и к самим пляжам. Какие недостатки встречаются? Это отсутствие буйковых ограждений. В связи с тем, что шторм прошел, буйки посмывало, водопользователи вовремя не восстанавливают буйковые ограждения. Также вы видели, что на некоторых пляжах сейчас были неукомплектованы спасательные лодки. Все пляжи Сочи перед сезоном получили паспорта готовности, то есть показали, что оснащены всем необходимым. А вот как идет реальная работа летом, периодически проверяют вот такие комиссии. Чем больше список нарушений за нынешний сезон, тем меньше шансов на аренду этой территории в следующем году. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.